На подаче Рафы уже во втором гейме на подаче испанского теннисиста совсем недавно, первой ракетки мира, но сейчас так слегка мучающегося, мучающегося на корте и не так уверенно себя чувствует. Почему Белуччи не может очень-то раскрыться до конца, но попасть хотя бы в двадцатку сильнейших теннисистов, потому что всё у него есть, вот у теннисиста, да? Уже давно не лезет. Ну, когда вот мы так обсуждали между собой, да, вот как будут играть, то он так высказал своё мнение, что опять придётся, в общем-то, на воле выигрывать, а на доле, потому что он классы играет. Вот, то оно будет его беспокоить и в финале парного турнира, там уж он, оказывается, никак не имеет права, потому что, во-первых, у него есть партнер. Ну да, вот он. Надаль уже имеет победу в олимпийском турнире, он выиграл в Пекине. Ух ты, вот это удар. Как он довольный. И его проезжает король, да, наконец-то так. Так это как раз Хловачкова градичка или же знаменитая Мартина Хингис. Задача нам дали как раз вот втащить его в эту игру, потому что, ну, по-моему, нечего втащить пока. Ну да, так он мощный, очень не играет. Вот, ну, коротил, ну, тут, в общем-то, много вариантов было для продолжения и для окончания. Волнение, просто удовольствие получаешь. После, ну, для твоей парной игры. Ну да, есть, только не в трохе было там, после предыдущей игры, что, допустим. Подходит к песчаным. Да, мы видим, часто очень мяч еще зависает, да. Сейчас, как сейчас, допустим. Да, тем более вот Раф, он перекручивает мяч, но коротко, этого уверенности нет, поэтому он перекручивает еще сильнее мяч. А вот все проблемы у него, да, все проблемы у него начались в общем-то, причем с двумя брейками сейчас ведет Белочи. Вот, ну, с Бехенда, предположим, он всегда. Уступал Федереру в лучшие годы, но и, наоборот, превосходил его в темпе. А сейчас только подбирает. Кстати, что он сделал сейчас. Ну, подбирает ничего, не может ничего. Мы видели эту встречу, 6-2-6-1, он выиграл. Помнишь, как он, Белочи? Да, вначале, может быть, еще и не было. Сейчас он ее растерял, мы видим, что превосходится, в общем-то, Белочи по всем статьям. Да игры нет просто. На приеме-то он вообще никак не может действовать. Еще на свои подачи туда-сюда, и то он две подачи проиграл. Это много. Привлекли к выступлениям за сборную США. Ну, ты знаешь, он тогда был еще, переехал уже в олимпийских играх. Накидывает просто. Потому что есть теннисисты, которым мы иногда даже удивляемся. Они вот после травмы, наверное, продолжительные. Выходят и играют, да, быстро набирают форму. Про Натали этого не скажешь. Вот там Гландиан, да, помнишь? С одной шестнадцатой финала. И все, больше не играл с турниров Большого шлема нигде. Если говорить о прошлом годе, то он, лучший его результат были два четверть финальных матча на Австралии. Ну вот, хотя бы подача правом получилась. Не идет на мяч. Ведь он все время передвигается вдоль задней линии, да. Но раньше-то, да, играл несколько по-другому. Ну вот, Форхен зашел наконец-то. Ну, выбрал ту позицию, с которой он атакует обычно. Вышли все остальные, кому предстоит сражаться в полуфиналах, вышли сейчас все на Павел 3-0. Обычно он наоборот все начинал. Очень плохо пьет. Да. Ну, еще раз. На ошибках, в общем-то, взял. Когда приходят люди, которые, ну, отдаленное представление имеют о теннисе. Ну, а тут болеют, болеют вовсю. Все члены команды. Большой. Ой. Что такое? Что-то так это было. Амми 0-30. Ну, и что? Мяч попал. Мяч попал. Показывает или нет, не судяйся. Должен играть активнее, нет? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот Форхен. Опять на середину корта. Да, ну, зато обладящий удар. Это коронный удар на этот показывает. Это его мечта, сам он не скрывает, что попасть в двадцатку. Потому что вот даже вот в 28 лет он ни разу еще и не был там. Какая-то скромная мечта. Ну, знаешь, какая аппетит приходит. Ну, еще тут так растет. Нет, он перестал ошибаться сам, в общем-то так. Вот тот гейм, правда, упустил там. Ну, сейчас хорошо сыграли. Небоко, небоко. Небоко. То есть в число 32 сильнейших он попадал несколько раз. Неплохо, наверное. Ну, это неплохо, конечно. Ну, я имею в виду сравнение. Все сравнение, конечно. Ну, вот сейчас вроде у него еще как-то заиграл. Ну, взрыв такой был, который уж стоил ему, в общем-то, гейма на собственной подаче. Вот Раф сейчас уже как-то и задвинулся поживее. Вот. Этот сет, который он выиграл на ногу Рафа, это же первая. Первую партию, которую он выиграл у испанского теннисиста. В пяти матчах это шестая стрима. Как он быстро себя собрал. В мяч он все-таки идет. Ох, ну, наконец-то он, да, стал идти в мяч. Встал. Ну, как резко и хорошо. Ну, Рафа. Мутим, он не показывал, что он недоволен собой. Наоборот, он держался. Вообще-то, знаешь, такой перелом. Ну, ты знаешь, потому что на кортах Рулан Гарос это случилось. Ну, один раз он мог проиграть, но потом уже еще пять раз выиграл. Ну, правда, он помог вроде Руфедера выиграть. Ну, пусть это, он не пять раз выиграл. Ну, какой-то вот он... Так-то. Белучи-то играет длиннее, чем Рафа. Он и мощнее играет, но ведет игру. И выиграл, классно, разобрал этот мяч, классно, просто ничего не скажешь. Он просто, ну и тридцать. Опять корм запускает все время мяч, запускает в последний момент его или нет, все-таки он же надаль. И попадает Белучи, попадает на вылет просто. Вот так он сделал Брэк обратный. 5-4. В принципе, конечно, для болельщиков это такой был бы момент значимый, потому что Белучи их... Опять коротко, очень коротко и Белучи. Вот и Рафа сделал. Наконец-то. Наконец-то. Белучи-белучи, знаете, вот нельзя было доводить до этого. Когда двойным и техничным даже игроком выиграть то, что выиграл Раф и не сумел. Ну да, и даже вот мечтает попасть в «Глосатку» и даже в «Глосатку» ни разу не попал. . . . . Субтитры сделал DimaTorzok 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 Холодно, да. Ох, как обвел его, да, с полуэлета. Ну что ж, в этом у Гейли только первый мяч. Обогода на все остальные игроки. Не удалось, Рафи получил. Все вовремя делает, Рафа. Все вовремя делает и быстро сейчас. На следующий матч тоже через рекламу будет. Все. Да, все закончилось. И на наших глазах он сумел перевоплотиться из человека, который абсолютно в себя не уверен и у которого ничего не получается. И даже казалось, что это вообще не Надаль, да? Кто-то другой нормального игрока, который способен Дель Поттера и Роберто Боутистагуту.